Представьте себе, каждую неделю на наших глазах рождаются идеи, которые буквально переписывают законы движения на дорогах. Сегодня вы узнаете о новинках автомототехники, которые не только поражают воображение, но уже готовы взорвать индустрию своей дерзостью и инновационностью. Эти инженерные чудеса из мира скорости и технологий скоро могли бы стать частью вашей повседневной жизни. Готовы испытать на себе волшебство механической эволюции? Оставайтесь с нами, будет жарко, громко и невероятно. Летающий автомобиль Компания Xpeng из Китая начала строительство первой в мире фабрики по серийному выпуску летающих машин AeroHT. Современное предприятие разместится в южнокитайском городе Гуанчжоу, сообщает официальный сайт компании. Поднебесной этому транспортному средству присвоили имя Land Aircraft Carrier, что переводится как «сухопутный авианосец». Согласно замыслу разработчиков, машина состоит из двух частей – наземной и воздушной. Наземная версия представляет собой пятиметровый минивэн с шестью колесами и полным приводом. Салон рассчитан на 4-5 пассажиров, а гибридная силовая установка позволяет многократно заряжать воздушный модуль, расположенный в багажном отделении. Минивэн обещает высокую грузоподъемность и отличную проходимость. Воздушный модуль – это управляемый летательный аппарат, способный вертикально взлетать и перемещаться на малых высотах. Его конструкция оснащена шестью роторами, что обеспечивает безопасность даже при отказе одного из них. Модуль поддерживает как ручное управление, так и автопилот. Двухместная кабина оборудована панорамными окнами, предоставляющими обзор на 270 градусов. Запас хода у этого комплекса, по прогнозам, достигнет тысячи километров. СМИ сравнивают внешний вид машины с исследовательскими кораблями для Луны. Производитель подчеркивает, что уже успешно завершил испытания летательного аппарата с участием пилота. Первая публичная демонстрация состоится в ноябре 2004 года на китайском авиашоу. Старт предзаказов намечен на конец этого же года. Площадь будущего завода составит 180 тысяч квадратных метров, а его производственная мощность позволит выпускать до 10 тысяч модулей ежегодно. Ориентировочная цена летающей машины – 280 тысяч долларов. Власти Пекина рассматривают варианты использования этих транспортных средств в общественных нуждах, сообщает агентство Синьхуа. Например, они могут применяться для проведения спасательных операций или быстрой доставки грузов. Умная шина Шины, которые никогда не спустят, возможно ли такое? Американская компания The Smart Tire Company доказала, что да. Их инновационные шины созданы с использованием памяти формы и превосходной амортизации. Даже столкнувшись с несколькими препятствиями, колесо быстро возвращается к своей изначальной форме. Более того, эти шины абсолютно невосприимчивы к проколам. The Smart Tire Company, работая вместе с NASA, адаптировала технологию безвоздушных колес, изначально созданную для космических роверов, для использования на обычных велосипедах. Результатом стал первый умный и долговечный продукт – шина из материала Nitinol Plus. Эта шина никогда не теряет давление. Теперь вместо привычной герметичной камеры и покрышки, колесо представляет собой обод с сетчатой структурой, состоящей из переплетенных нитей из Nitinol. Благодаря уникальным свойствам этого сплава, который сочетает память формы и исключительную упругость, колесо способно противостоять деформациям, поглощать удары и игнорировать проколы. После столкновения с препятствием, оно мгновенно восстанавливает свою первоначальную форму. Шлем с подушками безопасности Итальянский производитель мотошлемов Airoh и шведская компания Autoliv, специализирующаяся на автомобильных системах безопасности, объединили усилия для создания первого шлема с интегрированными воздушными подушками. Несмотря на отсутствие детальных технических характеристик, известно, что устройство оснащено датчиками, фиксирующими резкое движение при падении, электронным блоком управления, активирующим подушку безопасности и самой подушкой. Подушка безопасности состоит из трех тканевых камер, спрятанных под съемными наружными частями шлема. В момент аварии они моментально наполняются воздухом, обеспечивая защиту головы сверху и сбоку, создавая давление в 60 кП, 8,7 ПСИ. Как утверждает Autoliv, подушка безопасности служит первичным амортизатором, тогда как внутренняя подкладка из вспененного материала выполняет функцию второго уровня защиты. При этом отмечается, что данная функция не сказывается на дизайне, весе и комфорте шлема, делая его почти неотличимым от традиционных моделей. Предварительное тестирование включало краш-тесты с манекенами, сброшенными с высоты до 1,8 м на разные поверхности, моделируя реальные условия падения. Результаты показали значительное снижение риска травм головы средней тяжести или смертельных случаев с 80 до 30% при ударах на скорости 20 км в час. В настоящее время представители ПОК анонсировали начало следующего этапа исследований, который, вероятно, приведет к выходу коммерческой версии изделия. Тем временем потребителям доступны альтернативные решения, такие как воротник Ховдинг с подушкой безопасности, превращающийся в шлем при падениях, а также рюкзаки ЭВОК и куртки ЦИРУС с аналогичными системами. Эффективный тепловой двигатель Исследователи из Массачусетского технологического института создали инновационный тепловой двигатель, который функционирует без движущихся компонентов. Ученые утверждают, что эта разработка может оказаться столь же эффективной, как традиционные паровые турбины, и потенциально способна радикально изменить современную энергетику, значительную долю которой сегодня составляют процессы, основанные на использовании пара. Данное устройство представляет собой термофотовольтаический элемент – ТПВ, принцип работы которого схож с солнечными панелями. Он собирает высокоэнергетичные фотоны из теплового излучения и трансформирует их в электрическую энергию. Разработчики предлагают использовать эту технологию в составе батарей, способных аккумулировать излишнее тепло от любых источников возобновляемой энергии, таких как солнце или ветер. Когда возникнет необходимость, ТПВ элемент сможет конвертировать накопленное тепло обратно в электроэнергию и передать ее в сеть. На этапе тестирования двигатель продемонстрировал эффективность порядка 40%, что превышает показатели стандартных паровых турбин. Кроме того, ему требуется меньше технического обслуживания благодаря отсутствию подвижных элементов. Авторы проекта считают, что новая технология может стать ключевым элементом будущей низкоуглеродной энергетической инфраструктуры. Автомобили, меняющие цвет. На выставке CS 2022 года в Лас-Вегасе компания BMW представила свой новейший концепт-кар iX Flow, который способен изменять цвет кузова в режиме реального времени. Эта уникальная технология базируется на использовании миллионов микрокапсул, диаметр каждой из которых сопоставим с толщиной человеческого волоса. Эти капсулы реагируют на электрические сигналы, позволяя автомобилю мгновенно переключаться между различными оттенками. Основой данной технологии является использование электрофоретической пленки, содержащей микрокапсулы с пигментами разного цвета. При подаче соответствующего электрического заряда частицы пигмента перемещаются внутри капсул, изменяя цвет поверхности автомобиля. Таким образом, нажатием всего одной кнопки можно превратить машину из белой в черную и наоборот. Создавая данную технологию, разработчики думали не только о визуальном эффекте. Они учитывали множество факторов, связанных с особенностями светлых и темных оттенков в плане отражения и поглощения света и тепла. К примеру, в холодное время года темная окраска поможет кузову лучше поглощать солнечный свет, что может способствовать дополнительному обогреву салона. В жару же светлая окраска уменьшит нагрев автомобиля, отражая солнечные лучи. Еще одним важным преимуществом этой технологии является ее высокая энергоэффективность. Как и обычные электронные книги с экранами ЭИНК, эта система не требует постоянного энергопотребления для поддержания выбранного цвета. Энергия затрачивается только в момент перехода от одного цвета к другому. Пока что концепт BMW AX Flow выглядит весьма перспективно, однако его реальная коммерческая реализация все еще остается под вопросом. Несмотря на это, данное достижение наглядно демонстрирует, каким может быть будущее автомобильной техники, объединяющей в себе инновации и практическое удобство. Автомобиль с управлением взглядом На выставке MVC 2024 года компания Honor представила автомобиль, которым можно управлять с помощью взгляда. Используя фронтальную камеру смартфона и специальное приложение, пользователи могли выполнять базовые команды, запускать и останавливать двигатель, а также двигаться вперед или назад. Интерфейс приложения был разделен на сектора, каждый из которых отвечал за определенную задачу. Чтобы, например, завести автомобиль, достаточно было удерживать взгляд на соответствующем секторе экрана. Смартфонная камера отслеживала положение глаз, передавая сигнал на транспортное средство. Тем не менее, полноценное управление машиной, включая руль, на текущем этапе недоступно. Технология представлена исключительно в виде демонстрационного прототипа и доступна только в Китае. Обычные пользователи пока не могут воспользоваться этой функцией. По предположениям разработчиков подобная система управления может найти свое применение в будущем, например, для настройки климат-контроля, что позволит водителям не отвлекаться от дороги. Вопросы безопасности данного подхода в условиях дорожного трафика остаются открытыми. Представители компании признают, что использование такого интерфейса на дорогах общего пользования может представлять опасность. Однако они уверены, что технология найдет свое применение там, где подача команд или сигналов руками окажется затруднительной или невозможной. 5G-велосипед Orbeek предлагает совершенно новое видение велосипедных поездок, представляя модель, работающую на базе восьмиядерного процессора Qualcomm и операционной системы Android. Заявлено, что это первый велосипед с поддержкой подключения 5G. Велосипед оснащен мощным средним приводом Bafang, который помогает при педалировании, разгоняя байк до скорости 45 км в час. Батарея емкостью 960 кВт-час, расположенная в нижней части рамы, поддерживает быструю зарядку, хотя точный пробег на одном заряде не раскрывается. Модель укомплектована светодиодными фонарями спереди и сзади, широкими шинами Кэнда, крыльями, 9-ступенчатой трансмиссией и задним багажником. Также предусмотрены дисковые тормоза, амортизированная вилка и боковая подставка, что делает его универсальным выбором как для городских условий, так и для бездорожья. Электровелосипед Orbeek 5G оснащен интеллектуальной системой предотвращения столкновений и обнаружения препятствий. Сзади установлена 2-мегапиксельная камера ADAS с углом обзора 140 градусов, которая следит за движением позади велосипеда и предупреждает водителя звуковыми и визуальными сигналами, если объект приближается слишком близко. Камера также может записывать видео. На руле находится 7-дюймовый сенсорный экран с HD-разрешением, позволяющий водителю контролировать уровень заряда аккумулятора, текущую скорость, пройденное расстояние и пользоваться функциями навигации. Впереди расположено 64-мегапикселей, мегапиксельная камера для записи ваших путешествий, что избавляет от необходимости приобретать отдельную экшн-камеру. Есть также 8-мегапиксельная фронтальная камера, которая, судя по всему, предназначена для видеосвязи, хотя это вызывает вопросы относительно безопасности. Интеллектуальный помощник велосипеда способен распознавать наличие шлема на голове владельца. Через мобильное приложение можно дистанционно заблокировать или разблокировать велосипед, отслеживать его местоположение с помощью GPS и настраивать геозону. Благодаря поддержке 5G велосипед может выступать в роли высокоскоростной точки доступа Wi-Fi в поездках, на пикниках или даже дома. Электрический грузовик Израильский стартап Rii стремится кардинально изменить автомобильную индустрию, и его шаги в этом направлении уже приносят плоды. В 2019 году компания представила уникальную электрическую платформу, представляющую собой плоскую панель на четырех колесах, в которой размещены все необходимые компоненты для движения. Пассажирский салон или грузовой кузов с кабиной устанавливаются поверх этой платформы и подключаются к управляющим контактам. Отличительной особенностью этой платформы является отсутствие традиционного прямого привода. Крутящий момент передается на колеса посредством индивидуальных трансмиссий, что позволяет использовать более эффективные и мощные электродвигатели. Недавний экспериментальный грузовик P7C, созданный на базе этой платформы, получил одобрение для дорожных испытаний в США. Это первый случай, когда автомобиль, не имеющий механических связей между шасси и системой управления в кабине, прошел такую сертификацию. Ракета Ariane 6 Огневые испытания главного двигателя для европейской ракеты Ariane 6 длились ровно 426 секунд и прошли успешно. Хотя ракета осталась на старте, полноценный запуск не за горами. Разработка Ariane 6 ведется уже 10 лет. Предполагается, что ракета будет иметь две модификации — легкую, способную выводить около 10 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и тяжелую — до 21 тонны. В обеих версиях на первой ступени планируется использовать жидкостный двигатель Vulcain 2.1, работающий на топливной смеси водорода и кислорода, а также несколько твердотопливных ускорителей. Двигатель Vulcain 2.1 является усовершенствованной версией Vulcain 2, применяемого на ракете Ariane 5 с 2005 года, и успешно проходит испытания. Премьерный полет Ariane 6, отложенный несколько раз, скорее всего, состоится в 2024 году. Ракета должна вывести на орбиту 30 спутников для системы связи OneWeb. Ранее британская компания использовала российские ракеты для развертывания своей группировки. Но после прекращения сотрудничества с Роскосмосом в 2022 году эта миссия перешла к новым ракетам Европейского космического агентства – ASA. Данный заказ станет значительным вкладом в продвижение Ariane 6 на рынок, где ей придется соперничать с популярными ракетами SpaceX, доминирующими в сегменте коммерческих запусков. Сверхзвуковой пассажирский самолет. Высокий расход топлива и чрезмерный шум долгое время мешали развитию пассажирских перевозок на сверхзвуковых скоростях. Но благодаря современным технологиям, эти проблемы могут быть решены. Примером тому служит демонстратор X-59, созданный NASA и произведенной компанией Lockheed Martin. Представленной общественности в начале 2024 года этот аппарат уже готовится пройти наземные испытания рулевой системы. Более того, в течение этого года планируются тестовые полеты над городами на скорости свыше 1500 км в час, чтобы подтвердить заявленные характеристики, особенно касающиеся уровня шума. Длина демонстратора составляет 30,5 метров, а размах крыльев немногим более 9 метров. Однако разработчики уверяют, что увеличение размеров до полноценного пассажирского самолета не вызовет особых трудностей. Эти проекты кажутся вымышленными, словно придуманными по мотивам фантастического фильма. Но мир меняется, и кое-что из этих изобретений уже медленно, но верно входит в нашу жизнь. Друзья, если вы также стараетесь идти в ногу со временем, то у меня есть, что вам предложить. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все, всем удачи и до новых встреч!